Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Состоит он из морей. Ну давай, ответь скорее. Это не воды стакан, а огромный океан. Ребята, сегодня на уроке мы с вами узнаем много интересного о мировом океане. Наша Земля прекрасна. Только Земля обладает огромными запасами воды. А ведь это уникальное вещество. Оно входит в состав всех живых организмов, выполняя самую разнообразную работу. Вода образует еще одну оболочку нашей планеты. Давайте мы с вами определим, под каким номером указано верное утверждение. Верное утверждение под цифрой 2. Водная оболочка Земли – гидросфера. Гидросфера от греческих слов «гидро» – вода, «сфера» – шар. Гидросфера включает три главные составные части – мировой океан, вода в атмосфере и воды суши. В середине XVII века нидерландский географ Варениус предложил употреблять по отношению к водным пространствам Земли термин «мировой океан». Путешествия Фернан Магеллана и последующей экспедиции Джеймса Кука позволили европейцам получить представление об огромных водных пространствах окружающих материки нашей планеты и в общих чертах определить очертания континентов. Первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна и Лисянского положила начало системным океанографическим исследованиям, в том числе и глубоководным. Первая комплексная экспедиция по изучению мирового океана проходила на корабле «Челленджер». Во время экспедиции было пройдено 69 тысяч морских миль, выполнено множество картографических работ. О том, что на Земле четыре океана – Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый – можно не напоминать. Вы даже помните о том, что некоторые ученые выделяют еще один океан – Пятый, Южный. Однако, пока ученые спорят, выделять его или нет, мы будем считать, что океанов четыре. Средняя глубина мирового океана – 3700 метров. В четыре с лишним раза превышает среднюю высоту суши – 875 метров. Таким образом, материки, несмотря на свои большие размеры, выглядят лишь крупными островами в гигантском водоеме. Наибольшая глубина обнаружена в Тихом океане. Давайте вспомним с вами, что себя представляет дно мирового океана. У самого берега находятся наиболее мелководные части морей и океанов. Они называются материковой отмелью или по-английски шельфом. Именно шельф наиболее богат жизнью. Глубины в пределах шельфа не превышают 200 метров. Чем глубже мы будем погружаться, тем темнее будет становиться вокруг нас. На глубине около 200 метров наступает почти полная темнота. Мы покинули шельф и оказались в следующей глубинной зоне океана. Она называется материковым склоном. Следующая зона лежит на глубинах, соответствующих средней глубине океана. И называется эта глубинная зона – ложе океана. Глубины здесь огромные, несколько километров. Континентальный шельф, материковый склон и ложе океана – это основные глубинные зоны. Они есть во всех океанах. Еще одна глубинная зона, характерная не для всех океанов. Это подводные желоба. Глубоководные желоба возникают в результате сближения и погружения одной литосферной плиты под другую. А в местах расхождения литосферных плит образуются срединно-океанические хребты. Срединно-океанические хребты – это единая мировая система горных хребтов, плавно переходящих из одного океана в другой. Эта горная система протягивается на 60 тысяч километров и занимает 17% площади океана. А также на дне океана могут встречаться и подводные вулканы, которые могут подняться выше уровня моря и образовать вулканический остров. Итак, мировой океан делится на части, которые мы называем океанами. А что является границами между океанами? Границей между океанами является суша. А где нет суши? А там, где нет суши, границы проведены по меридианам. В свою очередь океаны могут влечать в свой состав острова, заливы, проливы, моря. Море – это часть океана. Более или менее обособлено от него сушей или возвышенностями рельефа. По степени обособленности от океана моря подразделяются на окраинные, внутренние и межостровные. В морской воде растворено много разнообразных газов, минеральных и органических веществ. Из-за присутствия солей океаническая вода обладает особыми свойствами. Большой теплопроводностью, пониженной температурой замерзания, повышенной температурой кипения. В распределении солености на Земле проявляется широтная зональность. Широтную зональность в распределении солености нарушают океанические течения. Наиболее соленым считается Атлантический океан. Наименее соленым – Северный ледовитый. Вода – самое теплоемкое тело на Земле, поэтому океан медленно нагревается и медленно остывает. Температура поверхностных вод не одинакова и зависит от широты. Температура изменяется и с глубиной. Сначала понижение ее очень значительно, а затем оно замедляется. Самый теплый из океанов – Тихий, а самый холодный – Северный ледовитый. Вода в природе находится в непрерывном движении. Вспомните хотя бы о круговороте воды в природе. Воды Мирового океана постоянно участвуют в движении. Существует два основных вида движения вод в океане – волны и течение. Волны на море есть всегда. Очень редко возникает явление зеркального моря, когда поверхность воды становится идеально ровной, как зеркало. Не так уж много моряков могут похвастаться тем, что они видели зеркальное море. Чаще они рассказывают о волнах и штормах. Существует много видов волн. Мы рассмотрим только некоторые – ветровые волны. Главная причина возникновения волн – ветер. Чем сильнее ветер, тем выше волны. При приближении к берегу волны опрокидываются. Так возникает прибой. Сейсмические волны. Подводные землетрясения и извержения подводных вулканов вызывают колебания дна океана и приводят к возникновению волн на поверхности океана. Такие сейсмические волны называют японским словом цунами. Движение вод может вызвано и действием сил притяжения Луны и Солнца. Возникают периодические колебания уровня океана. Приливно-отливные движения океанических вод. В отличие от волн, морские течения – это своеобразные реки в океане, имеющие десятки, а то и сотни километров в ширину и несколько сотен метров в глубину. Первые упоминания о существовании морских течений встречаются у древнегреческих ученых. Течения различаются по происхождению, по свойствам воды, по глубине и по многим другим параметрам. По происхождению течения делятся на ветровые и стоковые. Самые мощные течения мирового океана – это ветровые. Ветры образуются за счет постоянных ветров. Названия многих течений указывают на ветры, которые являются причиной их возникновения. Так во всех океанах в районе экватора с востока на запад движутся пассатные течения. Различают южные и северные пассатные течения. Течение, перемещающееся в умеренных широтах южного полушария, называется течение западных ветров. Если на пути ветрового течения оказывается материк, течение разделяется на два потока, один из которых уходит вдоль берегов на север, другой на юг. Эти течения, движущиеся вдоль берегов материка, называются стоковыми течениями. Морские течения образуют в океанах замкнутые круги. Это отклоняющаяся сила из-за вращения Земли вокруг своей оси. В северном полушарии движение воды в них идет по часовой стрелке. В южном полушарии в умеренных широтах образуется круговое антарктическое течение или течение западных ветров. Это самое мощное течение в мировом океане. Самое мощное тёплое течение – это течение Гольфстрим. По свойствам воды течение делится на тёплые и холодные. Как вы думаете, чем они отличаются? Температурой? Не совсем. У берегов северной Европы, например, движется североатлантическое течение. А в Тихом океане вдоль берегов Южной Америки – перуанское течение. Температура воды в североатлантическом течении плюс 7 градусов, а в перуанском – плюс 20 градусов. Тем не менее, тёплым из них считается североатлантическое течение, а перуанское – холодным. Почему? Всё очень просто. Североатлантическое течение пересекает воды с температурой около 0 градусов, и поэтому по сравнению с ними является тёплым. А перуанское течение движется сквозь водные массы с температурой плюс 26 градусов, и поэтому считается холодным. Холодным по сравнению с окружающими водами. Ребята, хотите научиться безошибочно определять, какое течение тёплое, а какое холодное? Запомните, если течение движется от полюсов в сторону экватора, то оно холодное. А если от экватора в сторону полюсов, то тёплое. Вот и всё. Но у этого правила есть только одно исключение. Есть течение, которое движется от экватора, но считается холодным. Это сомалийское течение, которое находится в Индийском океане. По глубине расположения течения делятся на поверхностные, глубинные и донные. Но нам интересны прежде всего поверхностные течения. Именно они помогают или мешают движению кораблей. Поверхностные течения влияют на климат материков. И именно они наиболее хорошо изучены. Глубинные же течения и особенно донные открыты сравнительно недавно. Их изучение ещё только начинается. Океан обменивается с атмосферой, теплом и влагой. Питает осадками сушу. Огромная поверхность океана поглощает две трети тепла, поступающего на Землю от Солнца. В 10-ти метровом слое поверхностных вод тепла содержится больше, чем во всей атмосфере. За год со всей поверхности океана испаряется слой воды толщиной около 1 метра. Мировой океан – среда обитания живых организмов. Именно в океане зародилась жизнь. В мировом океане обитают около 160 тысяч видов животных и более 10 тысяч видов водорослей. Жизнь пронизывает воды океана от поверхности до самых больших глубин. По образу жизни и способу передвижения морские организмы делятся на три большие группы – планктон, нектон и бентос. Роль мирового океана на протяжении истории человечества постоянно возрастала. К настоящему времени сформировалось огромное морское хозяйство, включающее рыболовство. Трудно представить себе пищевой рацион современного человека без рыбы и морепродуктов. На прибрежном шельфе идет разработка нефтяных и газовых месторождений. А в США, в Англии, во Франции и во многих других странах мира из морской воды получают поваренную соль. Для утоления водного голода жителей нашей планеты – один из наиболее эффективных путей – опреснение соленых вод мирового океана. Современные опреснители – сложные энергоемкие сооружения. Около 70% из них в нефтедобывающих странах Ближнего Востока. Наиболее крупный по производительности опреснитель находится в Саудовской Аравии. Мировой океан – это уникальный источник энергии. Ее носителями являются морские течения, волны, приливы, вертикальные движения вод и другое. Энергию прилива используют Франция, США, Канада, Россия. Использование энергии волн широко практикуется в Японии. Кроме всего перечисленного, стремительно возрастает объем морских перевозок. Так как без морского транспорта невозможно обеспечение международных экономических связей, развивается морской туризм и отдых. Экологические проблемы связаны с увеличением ловли рыбы. и других морских животных, а также загрязнением океанических вод. Самый загрязненный – Атлантический океан. Для сохранения природного равновесия Мирового океана создаются прибрежные и морские заповедники и парки. Самый обширный охраняемый морской парк – Большой барьерный риф у берегов Австралии. В Северном Ледовитом океане в Национальном парке Канады охраняются моржи, тюлени, 40 видов птиц. В заповеднике «Остров Врангеля» в России под охраной находятся белые медведи. Ребята, а теперь давайте с вами закрепим пройденный материал. Дополните текст словами, чтобы он был верным. А теперь давайте проверим. Воды океана поглощают больше тепла, чем поверхность суши. Вода, в отличие от суши, медленно нагревается, но и долго удерживает тепло. Поверхность океана поглощает две трети тепла, поступающего на Землю от Солнца. Поверхность океана активно взаимодействует с атмосферой, обмениваясь с ней теплом и влагой. Ребята, определите, какое это полушарие? Северное или южное? Правильный ответ – южное полушарие. Движение вот против часовой стрелки. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова